Три пятерки, вот этот суббар, такой классный. Смотрите. Так точно. Глубки за друг. Ивани всем подразделениям. Огонь 7, я помню. Передайте информацию. Северодвинские полицейские раскрыли серию краж. Первая произошла в переулке энергетиков. В одном из домов 26-летний местный житель украл у соседей велосипед. Проживающий в этом же подъезде молодой человек, сосед, причем они поднялись к нему в квартиру самостоятельно, обнаружили там этот велосипед, после чего добросовестно квартиру покинули, и молодой человек закрылся и забаррикадировался в ней. Граждане были вынуждены сообщить информацию в полицию. Еще одну кражу совершил 23-летний архангел-огородец. Мужчина украл у своей знакомой банковскую карту и снял с нее более 20 тысяч рублей. В начале вечера 22-летняя девушка отдыхала в одном из северодвинских увеселительных заведений. Там и познакомилась с будущим обидчиком. После свой отдых они продолжили в машине. С распитием спиртных напитков. В ходе данного отдыха ей, то есть гражданке этой, позвонил муж, собственно, который волновался о ее долгом отсутствии дома. Она вышла из автомобиля, чтобы поговорить с ним по телефону. В последующем, вернувшись в автомобиль, обнаружила в своей сумочке отсутствие кошелька и банковской карты. За кражей обоим мужчинам грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские разыскивают двух мошенниц. Это две женщины, предположительно одной до 25 лет, второй – 40, одеты в красную и синюю куртки. Женщины втираются в доверие гражданам и обманным путем попадают в их квартиры. Далее они под воздействием гипноза забирают ценности. Убедили эту хозяйку квартиры в том, что на нее наведена порча и далее попросили ее собрать все ценные вещи и драгоценности, которые находятся в квартире, для того, чтобы эту порчу снять. Далее мошенницы завернули все ценности в газету и положили в сервант. Через час женщина обнаружила, что в данной газете отсутствуют предметы, драгоценности и денежные средства. То есть была совершена мошенническим путем хищения имущества у данной женщины на общую сумму более 70 тысяч рублей. Всех, кто владеет информацией об этих женщинах, просят обращаться по телефону 02. Решил выйти погулять через окно, но сорвался. 17-летний юноша, проживающий в общежитии на советских космонавтов, после его закрытия решил выйти на улицу. Со второго этажа спускался по простыням. Несовершеннолетний сорвался и упал. Травму данный несовершеннолетний получил предварительный диагноз – это ушиб пятки, ушиб брюшной стенки. И несовершеннолетний предварительно был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка. Будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности законного представителя подростка. Не поделили дорогу Приора и Форд Фокус. ДТП произошло на пересечении Карла Маркса-Воронина. Ехал по левой полосе, стал пересраться в правую полосу, удар сзади получил. Водитель Форда – 18-летний юноша. Опыт вождения – один месяц. В его машине находилось два пассажира. Молодые люди ехали на учебу. В обстоятельствах неприятной ситуации разберутся дорожные полицейские. Три пятерки, вот этот Субарр пошел к вам. Смотрите. Так точно. Глупый за круг! Ивани всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова